ТАЙП 5 ХЕВИ Это пока что еще на песочнице, так что мы это воспринимаем как перспективу вод, то есть танков Поэтому при попадании в танк больше нет сферы разлета осколков, то есть куда попал, туда попал Если в этом месте пробил, тогда хороший урон нанес, скорее всего не пробил разумеется И в этом случае, ну скажем так, урон будет оставлять желать лучшего Потому что сферы разлета осколков нету, снаряд не ищет самую тонкую броню Вот в точку, в которую попал, в этом месте и просчитывается по формуле фугасный урон Соответственно делится пополам, вычитается толщина брони и так далее и тому подобное В связи с этим у танков, которые стреляют в толстую броню, шансов нанести хорошего фугасного урона становится меньше Когда мы говорим об игре в целом, да, что спам фугасами становится меньше, оно как бы даже логично и правильно звучит Но есть вот машины типа КВ-2 И сегодня, точнее как сегодня, вчера уже, для вас наверное уже даже может быть в далеком прошлом В программе Землянка, в Землянке, разработчики отвечали на вопросы, я так понимаю, зрителей И им был задан вопрос, который, что мне теперь на КВ-2 или на японских тяжах, типа в борт заходить противникам, чтобы их пробить На что был дан ответ, мол, ну, это тяжелые танки, у них есть ХП, броня, у них есть время, чтобы стоять и выцеливать танки противника На мой взгляд, ответ просто бредовейший Вот, я сейчас расскажу, откуда ноги его растут Недавно вышла статья на официальном портале Мира Танков, которая касалась вопросов вот новой песочницы Типа, что будут менять, что не будут, какие они для себя выводы сделали Если коротко, там рассмотрели фановые танки, типа 49-ки, Тайпов, Ебров и так далее Короче, танков, которые играют на фулл фугасах в основном Вот, и пришли к выводу, что типа, да, там в лоб стало пробивать сложнее Но в борта замечательно пробиваются танки Новыми фугасами, это действительно так, гусеницы больше не экран Поэтому реально шансов пробить в борт больше Ну, кстати, как и не нанести урон вообще фугасам, видели? Я кого второму прям в маску попал Хрен, сферы, разлета, осколков нет, я не пробил А попадание в экран, если ты экран даже не пробил, не наносит урон вообще А маска орудия, это чистый экран Короче, возвращаемся к нашим И что типа, на 49-ке, вот будем от нее отталкиваться На 49-ке, да, в лоб вы будете меньше наносить Но теперь, если вы зашли в борт или корму, у вас шансов пробить больше Поэтому в среднем получается так на так И танки наносят, ну, плюс-минус столько же урона, сколько на основе Типа, наша статистика это показала Мы ничего менять не будем, ни у одного, ни у второго танка там И так далее Но, что касается КВ-2 Вы серьезно можете себе представить ситуацию, при которой КВ-2 начинает кого-то закручивать, да? Нет, вот вы даже в этих боях видели, вот тут Буги по-дурацки выехал, бортом борт подставил Я его пробил на фолку, да, такие ситуации бывают Но давайте будем объективными Пока КВ-2 играет в топе, у него проблем с пробитием не будет То есть пробивать одноуровневые танки, многие, он способен Но уже вот по чуть более бронированным появляются у него огромные проблемы Если мы посмотрим дальше Ветку прокачки японских тяжей, таких как Тайп-5 Хэви На нем еще интереснее, да, просить закрутить противника Не, опять же, у меня есть реплеи, где там из-за угла Тайп Т-57 Хэви выезжает на меня бортом И я ему даю фулку в борт пробития фугаса 192 И это прям вообще великолепно, это прям нравится, но это редкие случаи Большая часть боев для тяжелых танков разработчики Смотрите меня, пожалуйста, вы, думаю, сами отлично это понимаете Проходит в лоб в лоб, когда один танк выходит ромбом, танкует Подставляет лоб противнику, самую толстую часть И туда у КВ-2 нанести какой-либо значимый урон Вот, пожалуйста, в борт КВ-2 Я что, что-то неправильно сделал? Я поймал КВ-2, когда он ехал бортом, кинул его в борт башню Просто довернутая была, и мне пробития не хватило И когда мне разработчики говорят, что у тебя есть время свестись Выцелить противника и дать ему нормальный урон Я начинаю улыбаться Вы разброс КВ-2 видели? Ему тогда точность надо делать 0-3 И быстрое сведение, чтобы я мог выйти, свестись И вот так вот выстрелив в борт Я что, что-то опять неправильно сделал? Я поймал танк на перекатке Я ему выцелил борт, выстрелил Да, не смог Сейчас те, кто заступники, они будут говорить Ну там Тайпу дали бронебойный снаряд Фугасное орудие с маленьким пробитием, кстати Бронебойный снаряд У которого серьезно меньше альфа, чем у фугасов Вот И у фугаса пробитие почти 200, а у того 240, что ли Ну, зачем он нужен, не этот бронебойный снаряд Если я хочу на фугаснице поиграть И, ребят, я не к тому, что Сама схема плохая Я к тому, что некоторые танки требуют Серьезного ребаланса их характеристик И это очевидно Лично мне это прям вообще очевидно Потому что та же самая Бабаха Она ничего не потеряла На ней геймплей остался интересным Пока ты видишь лоб противника Ты не стреляешь Увидел борт, стреляешь Но Бабаха это не тот танк, который играет на передней линии И перестреливает с тяжами в лоб-лоб У него-то крыса, который подлавливает И на нем норм заходит Новый геймплей Арте тоже там можно привыкнуть К новым снарядам Тоже где-то какой-то интерес Но у КВ-2 и у японских тяжей Чисто с фугасным геймплеем Даже ЛТ-шкам проще Они хоть закружить как-то могут Там подловить Быстро сменить фланг Но КВ-2 и Другие медленные тяжелые танки С цель которых Продавливать направление Стоять и перестреливаться в лоб-лоб Для них возможность вот этого вот Фугасного урона она пропадает Вы скажете у них есть ББшки Я скажу а почему одни танки ничего не потеряли А на КВ-2 я должен идти на какие-то компромиссы Тем более если это КВ-2 купленный за деньги Я считаю что КВ-2 и японских тяжей Разработчикам нужно перебалансить По характеристикам Если они захотят вводить эти фугасы На мой взгляд не хватает точности И времени сведения Их надо апать Если вы хотите чтобы игроки выцеливать Могли хоть что-то в слабых зонах Потому что выцеливание даже слабой зоны Сейчас я вам прямо в конце покажу фрагмент Не дает ровно никакой гарантии Что вы туда пробьете Потому что еще есть огромные показатели По разбросу Бронепробития И точности Ну куда полетит и какая альфа По бронепробитию вылетит Вот этот пример Ну делайте выводы Я считаю что подобные вещи Должны ребалансить Может быть еще какие-то танки всплывут Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok